И снова здравствуйте, мои юные друзья! Рада вас приветствовать в нашем Доме Знаний. Вебинар по литературному чтению проведу я, Альбина Ахминбековна. Ребята, а посвятим мы его произведению, которое известно нам с измальством. Той сказке, которая вызывала у нас бурю эмоций и переживаний. Помню по себе, друзья. Красная шапочка. Ну, наиболее распространенная и известная версия, это версия этой сказки, написанная Шарлем Перро. Но вы уже ее сравнивали с той сказкой, которую, версией сказки, вернее, которую написали братья Гримм. И обратили внимание на то, что конец этой сказки у братьев Гримм и у Шарля Перро различный. Ребята, почему так происходило? Дело в том, что сюжет о девочке, обманутой волком, был распространен во Франции и Италии еще со средних времен. И в зависимости от быта, уклада жизни, мировоззрения, взглядов, вкраплялись некоторые народные фольклорные элементы. Ну, что это такое, давайте мы с вами порассуждаем. Итак, в зависимости от страны или местности, внучка несла бабушке корзинку с разным содержимым. Не только пирожочек и горшочек масла. Ну, например, в Северной Италии внучка несла бабушке свежую рыбу, а в Швейцарии головку молодого сыра, свежего сыра. На юге Франции пирожок и горшочек масла. Кого же встречала по дороге девочка? Ну, нам известная версия волка. Так ведь, друзья? Но она встречала и оборотня, или даже огра. Ну, в любом случае, ребята, мы понимаем, что девочка сталкивается со злым, зловещим героем. Почему же это именно волк? Давайте с вами посмотрим, как на этот вопрос ответили историки. Сказка была издана в 1697 году Шарлем Перо в Париже. В книге сказки матушки Гусыни или истории сказки былых времен с паучениями. Но она более известна как сказки матушки Гусыни. Между второй половиной 17 века и началом 18 века, друзья, это как раз тот период, когда Шарль Перо публикует первое издание своей сказки. Так вот, в этот период Европу и Францию в особенности потрясали природные изменения. Были крайне дождливыми и прохладными летние месяцы. Крайне суровыми были зимы. Европу охватил голод. Зима 1693 года принесла всеобщий голод. А зимой 1705 года море замерзло вдоль берегов. Что же река Сена? Река Сена, протекающая в Париже, была заморожена полностью. Почва промерзла на глубину аж 70 сантиметров. Все потеряно. Урожаи, плоды. Умирали даже дикие животные. И волки. И вот он, тот редкий в истории Франции факт. Волки начинают нападать на людей. Вот почему главным злодеем многих сказок стал волк. Ну так вот. На уроке вы подробно познакомились с двумя сказками о красной шапочке Шарля Перу и Братьев Гримм. И еще раз отмечу, что они отличаются друг от друга. В сказку Братьев Гримм был добавлен хороший конец. Но в этом варианте проходившие мимо дровосеки, услышав шум, убивают волка, спарывают ему живот и спасают бабушку и красную шапочку. Ну а Шарль Перо литературно обработал и изменил народный сюжет. Ну а теперь посмотрите, пожалуйста, на одеяние красной шапочки. Разве вы видите у нее на голове просто шапочку? Ну, давайте с вами порассуждаем и на эту тему. Именно Шарль Перо подарил героине ее главную примету. Итак, посмотрите, пожалуйста, на эти иллюстрации. А теперь посмотрите на эту иллюстрацию. Одеяние девочки. Обратили внимание? Еще третий вариант одеяния. Здесь красная шапочка, одетая в шаперон, встречает волка. Это иллюстрация Уолтера Крейна. Ребята, нет, ни на одном изображении отдельной красной шапочки. Есть красная накидка с капюшоном. Ну, посмотрим опять, как рассуждали на эту тему историки. Но на этот раз историки моды. Итак, на красную шапочку Шарль Перо надел шаперон. Здесь уже укороченная версия. Что же такое шаперон? Это головной убор, который был распространен в средние века. Но первоначально шаперон представлял собой капюшон с пелериной, которая скреплялась застежкой на шее. И, кстати, этот вид одежды использовался как дорожная одежда для защиты от дождя и ветра. Плащ. Обратите внимание еще раз. Но причем вот такой шаперон носили как женщины, так и мужчины. При необходимости этот капюшон можно было сбросить на спину, скинуть его. Как наш современный капюшон. Но и шаперон еще использовали в качестве короткого плаща. Во времена Шарля Перо шаперон вышел из моды в городах. Но он был очень популярен у женщин в сельской местности. Потому что был очень практичен и удобен. Друзья, если взглянуть на девочку, то можно уже понять, что жила она далеко от города. Вот так рассуждают историки моды. Считать можно информацию не только, друзья, между строк произведения, но и в иллюстрациях, которые были подобраны и изображены к тому или иному произведению. Друзья, очень было всегда прохладно, да и сейчас, прохладнее в сельской местности, нежели чем в городе. Ну и чтобы девочка не замерзла в пути, на нее надели вот такой плащ шаперон. Но позднее уже героиня выглядела так. Обратите внимание, появляется шапочка. Это картина масла швейцарского художника Альберта Анкера. Или вот, например, иллюстрация к немецкому варианту сказки. Посмотрите. И тоже уже девочка с шапочкой. Кстати, в немецком варианте не шапочка, а колпачок. Но уже с 18 века в России главная героиня сказки всегда будет носить красную шапочку. Ну и посмотрите, пожалуйста, на эту иллюстрацию. И опять плащик-накидка. Но обратите внимание на текст, на буквы. Понимаете, конечно, что это очень раннее издание сказки «Красная шапочка». Уходящие вглубь, в старину. Как же звали Красную шапочку? Вы задумывались над этим, друзья? Ни у Шарля Перо, ни у братьев Грим. Мы не найдем ее имени. Но в России сказочная героиня в переводе «Львовойного» неожиданно получат неизвестное ранее в оригинале имя «Розочка». Обратите, пожалуйста, внимание, в тексте написано «В день ее рождения бабушка подарила розочке красную тальмочку с красненьким капюшоном». И это так ей понравилось, что она всегда стала их носить. «Розочка». Ну что ж, друзья. Ну, в остальном, в общем-то, вся сказка, она не претерпела глобальных изменений. И оканчивалась она так же, как у Шарля Перо. Девочка, ослушавшаяся, мать оказалась в пасти льва. В 1912 году в издательстве Ивана Сыдина вышла еще одна версия «Красной шапочки». В ней героиня живет не во Франции или Германии, а в России. И становится дочерью травосека. И зовут эту девочку Оля. Оля часто навещает свою бабушку, которая живет в деревне Красная горка. Ребята, я надеюсь, вы убедились в том, что очень был популярен этот сюжет. И переписывался он разными народностями в соответствии с теми нравами, устоями, с теми традициями, которые соблюдались в той или иной стране. Какова же... Но все эти произведения объединяет одна главная мысль. Не стоит доверять незнакомцам и рассказывать им о себе и своих близких. Но сказка учит быть осторожным и внимательным при общении с незнакомыми людьми. Ну и не только людьми, как выяснилось. Очень нужно быть осторожными в поведении с животными. Ну, друзья, вы понимаете, что здесь еще есть некий перенос поведения человека на животное, или наоборот, поведение животного, которое иногда свойственное человеку. Далеко не всегда, далеко не все люди добрые и безобидные, как могут казаться на первый взгляд. Не будьте излишне доверчивыми. Очень часто незнакомые люди могут нести такой серьезный вид, ну, а по сути своей могут даже и угрожать жизни нашей. Даже если человек такой добрый и такой милый и открытый, как красная шапочка, нужно быть всегда на чеку. Ведь можно попасть в беду. И, к сожалению, бывает так, друзья, что помощь не всегда оказывается. Не всегда оказываются те люди, которые могут прийти на помощь. Берегите себя. Не доверяйте незнакомцам. Доверяй, но проверяй. Береженного Бог бережет. Так рассуждает народ. Ну, а я, друзья, прощаюсь с вами. Надеюсь, информация, которую вы получили на этом вебинаре, расширила ваш кругозор. Удачи вам, друзья. До новых встреч. До новых встреч.